Продолжение следует... 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 Оставили практически от него только стены. Поэтому открыли отель как совершенно новый, буквально менее трех лет назад. И я с удовольствием познакомлю вас с этим отелем. Сначала прошу, конечно же, обратить ваше внимание на мои контакты. Я рада буду ответить на все интересующие вас вопросы по электронной почте. Если что-то срочное, то, пожалуйста, звоните на мобильный. Пожалуйста, можете посмотреть информацию на нашем сайте. К сожалению, пока что она доступна только на английском языке. Но фотографии, спецпредложения, интересные новости я опубликую в наших группах ВКонтакте, также в группе Фейсбук. Я поделюсь ссылками еще в конце нашей презентации на последнем слайде. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Я буду рада общаться, использовать все средства связи для того, чтобы общаться, делиться новостями. Я лично веду нашу группу, рада каждому новому участнику. Итак, курорт Авания Барбаронс Сейшелс. Это действительно такой еще очень современный, свежий курорт, который открылся в 2015 году. И был открыт после полной многомиллионной реновации. Располагается мы на уединенном побережье Барбаронс. На фотографии с неба, вот сейчас вы как раз можете видеть ее на экране, вы видите, что у нас такая уединенная лагуна, и на пляжную полосу можно выйти только через наш курорт. У нас нет никакой ближайшей деревни по соседству с отелем, так, чтобы местные жители и торговцы какие-то ходили по пляжу. У нас очень уединенный пляж. У нас есть прекрасная коралловая полоса рядом с пляжем. Во время отлива замечательно можно... Вот сейчас в фотографии вы видите, это как раз отлив. Можно плавать с маской, с трубкой, смотреть на кораллы, очень красиво. А во время прилива у вас зато шире становится песчаная гладкая полоса для входа в воду. В любом случае, если вы хотите только купаться, то даже во время отлива... Сейчас вот на фотографии не так, наверное, хорошо видно, но я постараюсь стрелочкой показать. У вас всегда остается достаточно просторная лагуна здесь купаться до начала коралловой грибы. Поэтому нам, конечно, с пляжем повезло. В том плане, что на Мае не так уж много хороших пляжей, которые могут предложить вам уединенный отдых. Они действительно... Самые известные пляжи очень сильно уже заполнены отелями, туристами, местными жителями. Зачастую бывает, что на общественных пляжах просто яблоку негде упасть. У нас в этом плане совершеннейшая гармония и уединение. Итак, что касается трансферов. Как вы знаете, остров Мае – это основной остров среди сейшельских островов. Здесь находится столица Виктория. И сюда прилетают все международные рейсы. От международного аэропорта Мае дорога занимает до курорта Вани Барбаронс примерно 20-25 минут. И также до столицы Сейшел, до города Виктория, дорога тоже примерно 20 минут. Я надеюсь, что, если вам сейчас видно стрелочку, я покажу вот дорогу от аэропорта и дорогу до Виктории. Здесь, ну, примерно одинаковое расстояние. Все это в пределах 25 минут. То есть расположение очень удобное. Можно заказать такси, оно не очень дорогое. Можно заказать наш собственный трансфер из аэропорта. Но туроператоры имеют собственные автомобили, как правило, поэтому организуют трансфер самостоятельно и дешевле. Так что вам будет удобно бронировать с теми партнерами, с которыми вы обычно работаете по Сейшелам. И также, если гости хотят самостоятельно просто попутешествовать по острову, остров не такой большой. Напротив нашего отеля вы можете выйти. Каждые буквально, наверное, 5 минут проходит автобус. Здесь на автобус это стоит какие-то совершенно символические деньги. Садитесь на автобус, едете в Викторию, останавливаетесь где-то, где захотите, может быть, по дороге выйти, посмотреть побережье. В общем, можно путешествовать даже вот так самостоятельно. Расположение у отеля удачное, уединенное. Единственное, что я бы не сказала, что вы можете пешком выйти куда-то, пешком прогуляться. Потому что, как я сказала, никакой деревни или города прямо по соседству с нашим отелем сейчас нет. Что касается планировки курорта. Курорт состоит из нескольких корпусов. Все они смотрят так или иначе в сторону океана. И категория номеров, большая часть категории отличаются просто видом. У вас либо открытый вид на океан, либо вид на наш сад, на такую зеленую территорию и частичный на океан. Либо у вас, может быть, ближайший выход к пляжу. В ближайшем корпусе у нас располагаются номера ближе всего с выходом к пляжу. Вот такое основное отличие. Планировка у них примерно одинаковая. И набор удобств примерно одинаковый. У каждого номера есть балкон или терраса. Я сейчас расскажу подробнее о том, что вас ждет в наших номерах. Единственным исключением являются номера сьют. Сьюты – это номера, состоящие из двух комнат. Вот на плане, который я вам сейчас показываю, они отмечены такими зелеными шариками. Это как раз вот две комнаты, это один сьют. Это гостиная и спальня. Между ними дверь, то есть это две самостоятельные комнаты. Можно соединить сьют с соседним стоящим стандартным номером. То есть у нас есть варианты такого интерконнекта. И тогда у вас будет даже две спальни и гостиная. Для большой семьи это очень удачный такой вариант. Да, вернемся сейчас еще на одну секундочку на карту. У нас лобби. Если подскажите, пожалуйста, а стрелочка видна сейчас на экране? Напишите, пожалуйста, в чате. Нет, не видна. Да, я сейчас постараюсь. А сейчас видна стрелочка? Отлично. Вот с этой стороны слева на карте вы сможете увидеть, здесь располагается лобби, наш основной ресторан, бар. Рядом с ним центральная такая территория, бассейн. Далее вот здесь идут корпуса с различными категориями. С категориями Ocean View, Garden View и так далее. Вот круглыми такими отметками отмечены сьюты. То есть вот у нас четыре сьюта таких. И такая самая уединенная категория, вот на второй, скажем так, линии, находится в корпусах. Вот здесь позади я сейчас показываю тоже стрелочкой. Вот здесь такое здание вы можете видеть в самом центре нашей карты. Это ресторан Тамарин. Рядом находится Такамака Бар, наш такой пляжный бар, работающий вечером. И вот здесь пляжная полоса. Здесь располагаются лежаки, зонтики. Спереди, перед основными корпусами зеленая территория с пальмами. И среди них тоже стоят лежаки для тех, кто предпочитает немножко отдыхать в теньке и укрываться от прямых солнечных лучей. Ну и давайте посмотрим, как выглядит лобби нашего отеля. Вот так вас встречает вот такой интерьер очень открытой планировки, прямо сразу с видом на пляж. Здесь находится стойка регистрации. Мы встречаем гостей либо с прохладительными напитками, либо с домашним мороженым. Смотря какое вдохновение найдет на нашего шеф-повара. И здесь есть стойка, где можно записаться на разные активности, на экскурсии. Неподалеку располагается магазинчик спортивных товаров и товаров для водных видов спорта. Здесь можно взять в аренду маску с трубкой, ласты и так далее. У нас есть также небольшая библиотека с двумя компьютерами, которыми можно воспользоваться, если вам нужно продолжить работу во время отдыха. Здесь есть книги на разных языках. Здесь можно записаться на различные экскурсии и, конечно же, записаться на процедуру в наш спа-салон. Это вы можете сделать всегда по телефону, то есть не обязательно приходить к этим стойкам из своего номера, вы все можете заказать. Ну и, конечно же, здесь располагается лаунж-зона. И вот если сейчас вы стрелочку мою видите, вот здесь находится наш базовый ресторан, где подают завтрак. А слева от него бар, который работает в течение всего дня и вплоть до вечера, вечером даже подает кальяны. Итак, давайте посмотрим, что предлагают наши номера. Самые большие, самые многочисленные категории номеров – это Avani Beach Access, Avani Garden View и Avani Ocean View. Здесь у нас площадь всех номеров вообще-то колеблется примерно одинаково, и она практически не отличается. Они все имеют площадь в районе 30 квадратных метров, и каждый номер имеет балкон или террасу. В то же время виллы, точнее, сьюты, которые я вам показывала на карте с двумя комнатами, имеют площадь 65 квадратных метров. Тоже имеют балкон, они располагаются на втором этаже. И здесь стандартный набор в каждом номере обязательно и фен, и сейф, и в каждом номере у нас отдельно и душ, и ванная, халаты, тапочки, гладильная доска и так далее. В общем, все атрибуты обязательно для достойного отеля 4,5 звезды. У нас есть 25 номеров, которые могут быть забронированы как сообщающиеся номера, то есть между ними есть двери. И они стандартно будут, гарантированно будут находиться друг рядом с другом. Очень удобный вариант для друзей или для больших семей. Есть номера, достаточно большое количество с кроватями твин. Это важно, конечно, у нас, когда приезжает какая-то корпоративная группа, которая хочет размещаться. Коллеги не готовы делить одну кровать между собой. Тогда очень удобно, конечно же, что у нас есть такое количество номеров твин. И есть два номера, оборудованные для людей с ограниченными возможностями. Итак, номера. Стандартные номера имеют варианты размещения только двое взрослых плюс один ребенок. Это касается всех номеров, кроме Амани-свит. Среди Beach Access. Beach Access, мы сейчас, кстати, поменяли название этого номера. Это, по-моему, сейчас просто стандартный Амани Standard Room. Они находятся как раз в тех корпусах, которые немножечко на отдалении находятся, на второй линии, скажем так, которую мы смотрели на карте. Стандартное размещение присутствует во всех дальнейших категориях 2 плюс 1. Ну, а дальше начинается уже достаточно легко различимый Garden View, да, когда у вас большая часть вида все-таки идет на зелень. Может быть, частично вы видите океан, но больше вы видите зелень и нашу лужайку. Здесь тоже есть категория с кроватями твин. Ocean View с видом на океан, соответственно. Здесь тоже есть размещение и твин, и кровати King Size. И по-прежнему размещение 2 плюс 1. И, наконец, Beach Front Room. Это номера, которые находятся непосредственно в корпусах с правой части карты, мы смотрели с вами, которые ближе всего к пляжу. И поэтому мы их называем, соответственно, Beach Front. Все, повторюсь, все номера имеют обязательно и ванную, и душ. У вас в передней части, как только вы заходите в номер, располагается такая лаунж-зона. То есть у вас обязательно вот этот диванчик стоит, журнальный столик, телевизор. Далее просторная большая кровать или две кровати твин. А дальше позади уже душевая кабина. Она прозрачная, ее можно закрыть такими выдвижными плотными шторами или ролетами. И далее вы заходите уже в комнату, где находится сама ванна. Фен, все удобства, зеркало выдвигающееся. И дальше туалетная комната уже за отдельной дверью. То есть вот так вот уходит в глубину сам номер. Что касается свитов. Здесь у нас уже площадь, как я говорила, 65 квадратных метров. Поэтому мы размещаем здесь двое взрослых плюс двое детей. Повторю, что свит можно соединить с соседним стандартным номером. И тогда у вас будет две спальни и гостиная. Фотографию гостиной вы можете видеть вот на нижней фотографии. Вы видите, что здесь такой большой диван, просторный, он раскладывается. На мой взгляд, здесь можно и побольше детишек разместить, чем двое. Но для комфорта наших гостей мы размещаем два плюс два. И в комнате родителей большая кровать. Отдельно также свой балкон, своя терраса. И вот на данной фотографии вы видите угловой номер. Поэтому у него еще сбоку есть одно окно. В большинстве номеров его не будет. Потому что здесь номер находится в центре здания. И что касается питания, ресторанов, кафе и баров. Наш основной ресторан располагается рядом с лобби. Я когда показывала фотографию лобби, надеюсь, что его было немножечко видно. Это ресторан Элеменс. Здесь мы подаем завтрак с 7 утра до 10.30 утра. Обед и ужин. Также мы тематически проводим здесь какие-то, может быть, специализированные ужины. Здесь устраивается кухня «Шведский стол». Она может быть посвящена какой-то определенной кухне мира. Но, как правило, здесь можно найти блюда различных кухонь. И вот такой интересный вариант отдыха около пляжа. Очень популярный ресторан. Хотя, конечно же, зачастую гости все-таки предпочитают питаться а-ля карт в наших других ресторанах. Сейчас расскажу, почему. Второй ресторан, вот как раз тот, который работает а-ля карт, ресторан «Тамаринт». Чем он интересен, чем он привлекает гостей? Тем, что он предлагает кухню различных стран Азии. Очень изысканное меню, интересные блюда, интересная подача. И настоящая, аутентичная кухня. Конечно же, мы специалисты, в первую очередь, по тайской кухне, поскольку мы тайская компания. И здесь, конечно же, наши гости очень любят проводить время. Ресторан почти каждый день работает на обед. И каждый день обязательно, конечно, работает на ужин. Рядом с ним располагается наш такой новый ресторан «Криольская кухня». То есть, вот ту часть, которая у нас, видите, выходит на пляж, мы оборудовали как ресторан «Криольской кухни Пейот». И здесь знакомим наших гостей с блюдами традиционной кухни Сейшевских островов. Около бассейна в течение всего дня работает наш пулбар. Здесь можно заказать, помимо освежающих напитков и коктейлей, какие-то классические блюда, всем известные, сэндвичи, бургеры, пасту в течение всего дня. То есть, даже когда ресторан «А-ля-карт», например, не работает, или когда закончился обед, шведский стол, здесь всегда можно заказать блюда. И, конечно же, у нас есть обслуживание в номерах 24 часа в сутки. Бар «Грэвити», который работает в течение всего дня, который располагается рядом с нашим лобби и напротив нашего ресторана, основного ресторана «Элемент». Он работает с 7 утра и до самого вечера, но вечером предлагает, также где-то с 6 вечера подает и кальяны. Так что это такой и кальянный лаунж становится вечером. У нас есть отдельная площадка на втором этаже с великолепными видами на залив, с такими подушками-бинкбэгами, где гости располагаются вечером в такой очень расслабленной атмосфере, в прямом смысле вот так вот развалившись на этих бинкбэгах, с бокалом шампанского. Это фирменный лаунж шампанского. Здесь у нас такое концептуальное место. Здесь наши гости, конечно же, могут заказать не только шампанское, но любые полюбившиеся им напитки и коктейли. Но здесь мы вот такое стилизовано под шампанг-лаунж. Это место. Не так давно мы сделали это такое, совершили новое введение. И ту часть ресторана Тамарин, которая выходит на пляж, мы оформили и создали, оформили в креольском стиле и создали ресторан креольской кухни. Здесь по меню вы можете заказать блюда традиционные для сейшельских островов. Как вы видите, здесь мы декорировали и кресло яркими цветами, платками с такими классическими сейшельскими принтами, чтобы вы почувствовали такую атмосферу островной жизни. И вечером у нас работает бар на пляже Токамака Бар. Токамака – это известный сейшельский ром, которым совершенно разнообразные виды этого рома можете попробовать в баре. Но, конечно же, можете заказать и другие напитки и наслаждаться ими, опять же, вот в таких круглых креслах, мягких бинбегах, которые располагаются на пляже. Тоже такая, можно сказать, наша новинка. Также у нас располагаются лежаки, столики, зонтики. В номере вы найдете тапочки для номера и шлепанцы для пляжа, пляжную сумку. И, конечно же, можете заказать коктейли, напитки, закуски, чтобы вам подавали прямо на пляж, не только у бассейна. Так, что касается отдыха с детьми. Для наших, ну, во-первых, не только для детей, для всех наших гостей. У нас большой бассейн 25 метров, для детишек и детский бассейн. Для взрослых и для любителей спорта у нас есть занятия по йоге. Они доступны сезонно, если они обязательно вам нужны, то лучше давайте уточним на даты заезда, есть ли у нас сейчас инструктор, который работает непосредственно в отеле. У нас есть теннисный корт, можно заказать частные уроки тенниса, можно отправиться на рыбалку на полдня, на целый день, пройти классы кулинарного мастерства. Рядом, недалеко от отеля, у нас есть такая походная трава на мангофу вакуа. И, прошу прощения, и также можно заказать различные водные виды спорта, уроки серфинга, заняться дайвингом и снорклингом. Особенно рекомендую снорклинг, потому что в отлив очень такая спокойная вода, можно доплыть до кораллов и посмотреть всю эту подводную жизнь. Действительно очень красиво. Как я уже сказала, для самых маленьких гостей у нас есть детский клуб и, конечно же, возможность для отдыха гостей с ограниченными возможностями. Наш детский клуб «Авани Кит Клаб» находится на большой зеленой площадке, недалеко от центрального входа в наш курорт. Здесь есть разные гонки, батуты, развлечения для детишек разных совершенно возрастов. Для любителей спорта небольшой, но хорошо оборудованный фитнес-центр. Для проведения бизнес-заседаний у нас есть небольшие переговорные комнаты, в том числе один большой бальный зал, который имеет площадь около 500 квадратных метров. Его можно использовать не только для бизнес-мероприятий, но и, конечно же, для торжественных мероприятий, свадеб, юбилеев и так далее. Что касается свадебных готовых программ, у нас есть проработанные уже свадебные пакетные предложения, примерно от 600 евро. Цены могут меняться, но вот ориентировочно такое стартовое предложение. Это может быть церемония только для двоих, это можно просчитать как церемонию с гостями дополнительно, устроив коктейль и прием и так далее. У нас есть целая команда, которая работает над организацией свадебных церемоний. Конечно же, у нас есть различные бонусы и сюрпризы для молодоженов. Специально даже недавно вышло предложение для молодоженов. Поэтому, конечно, это такой тоже популярный у нас сегмент. У нас очень много пар, которые выезжают для романтического отдыха в наш отель. Варианты декорации, торжественного мероприятия в нашем бальном зале. И вот, пожалуйста, церемония на пляже. Здесь, опять же, большим нашим преимуществом является то, что у нас уединенная пляжная полоса, и мы всегда можем найти для пары, выбравшей наш курорт для свадебной церемонии, уединенное местечко. Не будет такого, что у вас тут будут вокруг ходить какие-то другие туристы, играть в бадминтон на заднем плане, а вы тут клятву приносите. Это, конечно, достаточно досадно. Поэтому, когда происходит такая ситуация, когда очень много людей на пляже, у нас такого нет, поэтому здесь мы, ну, конечно, особенно выигрываем своей приватностью своего пляжа. По сути, это как частный пляж у нас получается. Различные арки есть, не только вот такая квадратная, но это одна из самых красивых. Мы много внимания уделяем качеству нашего спа. Здесь, конечно же, небольшой спа-салон, всего три массажных кабинета. Есть кабинет для индивидуальных процедур, есть для пар, но есть территория, зеленая территория для отдыха после процедур, великолепные процедуры, фирменная натуральная косметика, достаточно большая территория вот самого спа-салона, и, конечно же, отличное сочетание цены, качества, очень высокое качество спа-процедур. Наши терапевты проходят, они очень высоко квалифицированы, проходят постоянные тренировки, обучения. Вообще, управление спа-салоном – это один из отдельных бизнесов нашей компании, поэтому мы можем похвастаться высочайшим качеством и профессионализмом в этой сфере. Поэтому для отдыха в спа тоже можно смело рекомендовать отель «Авани Барбаронс». Вот так выглядит наша массажная кабинета. Команда «Авани Барбаронс». Я хотела добавить эту фотографию, чтобы она мне очень нравится, для того, чтобы передать вам, с каким дружелюбием и старанием команда «Авани Барбаронс» обеспечивает отдых вашим гостям. Действительно, команда была собрана, ведь не так давно, отелю еще нет трех лет, поэтому они чувствуют, что они создают что-то новое, что-то действительно классное, современное, такую какую-то дружелюбную атмосферу. И мне показалось, что в работе нашего штата это отражается. Они как-то подходят ко всем пожеланиям гостей с душой, всегда стараются угодить. Этого нелегко добиться на Сейшельских островах, если честно. Поэтому, наверное, то, что отель такой совсем еще молодой, все-таки сказывается и на Камане, и поэтому очень дружелюбный штат в этом отеле. Коротко скажу несколько слов просто о том, чтобы посмотреть вокруг. Если вы отправитесь в Викторию, то здесь, конечно, есть такой красочный, живописный рынок, есть ботанический сад, несколько музеев, памятников, архитектуры. Мне бы не сказало, что есть здесь что-то из чудес света и что-то особенно запоминающееся, но, конечно, местный колорит, атмосфера, вот эти те же даже красочные цветы, фрукты, платки, все это, конечно, безумно красиво. Можно посмотреть великолепные, девственные, нетронутые пляжи, отправиться в Королевский сад специй и, конечно же, отправиться посмотреть на огромных черепах, которые живут на этом острове, на всех Сейшельских островах, такие гиганты, которые живут более чем по 100 лет. Это, конечно, очень интересно и здорово. Что касается сезонности, когда лучше приезжать? Ну, вообще, конечно же, Сейшельские острова являются круглорадочным направлением. Здесь, в принципе, температура колеблется в течение всего года от 25 до 30 градусов, то есть какого-то сильного похолодания или нестерпимой жары здесь, как правило, не бывает. Здесь, в общем-то, повышенная влажность с октября по апрель, то есть это в наше зимнее время. Возможные дожди, ну, они достаточно кратковременные, но сильные, да, тропические, где-то, возможно, в середине декабря. Но сразу скажу, что, конечно, сейчас погода непредсказуемая, дождик можно застать буквально в любое время, и летом, и зимой, и в межсезонье. Но более сухая все-таки погода зачастую бывает во время нашего лета, но зато и температура чуть-чуть пониже, около 25-28 градусов. Большей популярностью, конечно же, Сейшельские острова все-таки традиционно пользуются зимой, потому что у нас уже зима, а там яркое, жаркое лето. Дорогие коллеги, я завершаю сейчас презентацию, и буду рада ответить на какие-то вопросы, может быть, если я не осветила. Сразу, вот я вспомнила, что не сказала вам, рассказывая про рестораны и бары, не упомянула планы питания. У нас есть возможность размещать гостей на плане питания завтрак, биби. Также, конечно же, у нас можно заказать и полупансион, и полный пансион. В этом случае вы питаетесь практически в любом из открытых ресторанов в данное время. Если вам нужно будет доплатить, помимо за какое-то блюдо, особенно дорогое, особенно редкое, то в меню, помимо вашего плана питания, то в меню это будет указано. То есть при HB доплата за какого-то лобстера будет такая-то и такая. То есть это достаточно легко разобраться, и территория не очень большая, хотя курорт при этом просторный, зеленый, свежий. И на разнообразие ресторанов, мы все добавляем новые и новые идеи, позволяет питаться в нем постоянно. Но наши гости также любят, конечно, выезжать и в Викторию, проводить какое-то время, может быть, даже на другие острова съездить. Поэтому, надеюсь, что по планам питания тоже я немножко осветила вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь вопросы, которые я еще не закрыла? Так, дорогие коллеги, сейчас для полноты впечатлений я хотела бы включить видео, чтобы вы могли посмотреть и запись с высоты птичьего полета, и такую прогулку, прогуляться вместе с нашими гостями по курорту, чтобы вы могли полностью представить себе курорт. И, может быть, во время просмотра видео у вас появятся дополнительные вопросы. После видео я вернусь, отвечу на все вопросы и также поделюсь еще несколькими новостями и полезной информацией. Спасибо. Давайте посмотрим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Так, вроде бы кто-то сейчас пишет в чате, я вижу, поэтому я подожду, вдруг еще есть какие-то вопросы. Итак, дорогие друзья, если у нас пока не появляется каких-то новых вопросов, я благодарю вас за участие в сегодняшнем вебинаре. Спасибо огромное, что нашли время, присоединились, проявили интерес к нашему курорту. Я надеюсь, что кто-нибудь из вас станет победителем этого онлайн-выставки, потому что именно Аваня Си-Шелс Барваронс предоставил один из призов по окончании мероприятия. Самый активный участник онлайн-обучения получит пять ночей в отеле Аваня Барваронс, то есть это один из главных призов. Я надеюсь, что, может быть, им станет кто-то из вас. Желаю удачи и надеюсь также, что вас заинтересует, может быть, вы присоединитесь. Завтра у нас будет в это же время вебинар по нашему новому отелю в Амане. На великолепном пляже 30 градусов круглый год, прекрасная вода, солнце, замечательные условия, великолепная альтернатива некоторым другим направлениям, которые, может быть, уже изведаны и уже, может быть, даже утомили гостей. Аман великолепное, интересное новое направление, с удовольствием завтра о нем расскажу. И желаю вам сегодня отличного продолжения дня. Останусь на связи. Вот появился вопрос. Дополнительное место – это диван. Да, если мы размещаем ребенка, там на самом деле диван в каждом номере. Если убрать, мы убираем просто с него подушки, он так выглядит небольшим. На самом деле он наступен для взрослого человека. Он такой достаточно просторный. Поэтому комфортно размещается ребенок на диване. Так, у нас на сегодняшний день, вот есть вопрос про русского представителя, русскоязычного. На сегодняшний день у нас в отеле нет русскоязычного сотрудника. Но чем больше у нас будет гостей из России, СНГ, тем больше вероятность, что мы обязательно кого-нибудь наймем, конечно же, для помощи нашим гостям. И вижу, есть ли апгрейд обед на ужин. Мне нужно сейчас проверить даты. Но вообще у нас практически круглый год было такое предложение. У нас там либо большие скидки, либо апгрейд обед на ужин. Но мне нужно сейчас проверить, конечно же, актуальность этого предложения сейчас. То такое, то по цене, то по питанию. Делаем всегда что-то приятное. Так, лучший сезон, но все-таки, наверное, считается зима. Хотя влажность высокая, но вероятность дождей не так велика. Хотя в то же время летом еще меньше вероятность дождей. Но там просто температура будет чуть-чуть пониже, то есть там районе 25 градусов. Самое популярное, ну и, к сожалению, самые высокие цены у нас зимой все-таки. Спасибо. Дорогие коллеги, сейчас пришлю ссылку на видео. Даже, честно говоря, пока не пришлю, потому что оно у меня, к сожалению, его, по-моему, еще нету в Ютьюбе. Сейчас я попробую найти. Потому что мы его загружали, я просто его с компьютера загружала. Так, дорогие коллеги, давайте сделать так. Так, я сейчас загружаю, видео достаточно большое, поэтому его нужно загрузить в файл-обменник. Я останусь пока что в чате, у нас все-таки есть с вами еще время для того, чтобы пообщаться. Для тех, кому захочется скачать видео, вот, пожалуйста, оставайтесь с нами, я обязательно пришлю ссылку на видео в чат, сейчас загружаю как раз его. Вот, может быть, пока что есть еще какие-то вопросы, у нас еще несколько минут, здесь нужно будет подождать. Так, и позвольте мне тогда пока что поделиться с вами еще несколькими полезными ссылками. Например, у нас в компании Minor Hotels более 155 отелей и курортов. Мы располагаемся в более чем 25 странах мира. Так, я сейчас пытаюсь в чат вставить ссылку, она не заходит у меня. И я сейчас отправляю вам ссылку на документ Google Docs, который я постоянно обновляю, чтобы вы могли посмотреть список наших отелей по странам. То есть, чтобы вы могли ориентироваться, в каких направлениях располагаются отели сетей. И о Нантара, и о Ване. И таким образом знать, что вот по этим отелям я всегда могу вам что-то подсказать, рассказать. Я всегда буду рада помочь. Отправила ссылку в чат. Я вижу, что техподдержка отправила видео на... ссылку на видео. У меня уже готова также ссылка для того, чтобы это видео вы могли скачать, и не только посмотреть. Вот, я отправила на Витрансфер ссылку, чтобы можно было скачать видео именно о Ване Барбаронс. Так, и если я не пропустила ни один вопрос... А, вижу, на новогодний период есть ли в отеле программа. Да, конечно, у нас есть программа и на католическое Рождество, и на наш Новый год. Возможно, в зависимости от загрузки, придумаем что-нибудь и на наше Рождество. Многие отели нашей компании делают это для своих гостей из России, СМГ. И сейчас мы работаем над этой программой. Как только она будет, как только будет такая информация, я, наверное, сделаю пост где-нибудь в соцсетях, размещу эту информацию. Вот все отели сейчас примерно в это время работают над специальной брошюрой, флайером, планом, что они будут... как они будут праздновать гостями Новый год. Есть обязательные ужины, если вы будете проживать в это время. За них нужно... в них нужно обязательно участвовать, оплачивать. Но это все будет интересно, здорово и красочно. Так. 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 Итак, дорогие коллеги, ну что ж, я надеюсь, что я ничего не пропустила. Еще раз благодарю вас за участие. Надеюсь увидеть вас снова на нашем вебинаре завтра по Аману. Спасибо большое и буду рада оставаться на связи. Хорошего дня. Так. Сейчас, секунду. Вот вижу, что ссылка на Google Docs не открывалась. Отправляю еще раз. На всякий случай. Надеюсь, что откроется. Все, спасибо большое. До свидания. Я останусь еще несколько минут в чате. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . ... Спасибо.